Здравствуйте, меня зовут Шницель и сегодня мы будем готовить Романа Гершуня. Что такое Шницель? Шницель это кусок мяса, отбитый, обваленный в сухарях, обжаренный в масле и поданный на тарелке. С любовью. С любовью или не с любовью, или даже с ненавистью. Тем не менее, Шницель это такое спасение всех израильских мам. Нет более любимой еды для израильского ребенка, еврейского, чем куриный Шницель. Сейчас я покажу вам элементарный рецепт приготовления этого нехитрого блюда. Передо мной на столе куриные грудки, мука, яйца, панировочные сухари и специи. Я добавлю соли в муку. Я добавлю буквально чайную ложку горчицы. Сладкой, да, сладкой горчицы. Яйца. И теперь я подготовлю грудки. Секрет Шницеля в его толщине, как ни странно. Чем он тоньше нарезан, тем он быстрее готовится и тем он вкуснее, сочнее. Потому что не получается так, что если вы нарежете Шницель, часть его будет тонкая, а часть толстая. То пока толстая часть прожарится, тонкая будет уже сухая. И наоборот. Или если вы будете жарить, ориентироваться на тонкую часть, то толстая будет сырая. Мы поступаем следующим образом. Вот эта часть куриной грудки называется малое филе. Я специально не отделяю ее, потому что это самая вкусная часть. А дальше я беру ножик острый. Разрезаю грудки на такие более-менее одинаковые толщины кусочки. Если Шницель, если, простите, если филе, если малое филе отвалилось, ничего страшного, можно обожарить его отдельно. Секрет такой. Отрезаю вот так. Оставляю здесь более толстую часть. Раскрываю. И снова надрезаю ее. Гармошка. Честно говоря, мне это не напоминает гармошку. Ну, пускай будет гармошка. Аккордеон. То же самое в третий раз. Оставляю более толстую часть сверху сейчас. Раскрываю. Делаю то же самое. Вуаля! Если не совсем получилось, то вот такой вот инструмент вас спасет. Если Шницель великоватый для вас, можно разрезать его полом. Вот так. Далее. У меня на плите стоит сковорода с горячим маслом. Я быстро обваливаю Шницель в муке. Все излишки муки я с него стряхиваю. Яйцо. Опять же, все излишки яйца должны стечь. И сухари. Посыпаем сухарями. И утрамбовываю. Излишки сухарей так же стряхиваем. И вставляем Шницель в сковороду. Пока жарится первый экземпляр, мы делаем то же самое с его братьями. Первый Шницель готов. Если говорят, что первый блин кумом, то первый Шницель летит не кумом. Вы видели, что это очень просто. Подавать Шницель принято, конечно же, с горой картофеля фри, банкой кетчупа и долькой лимона. Вы видите, что мясо белое. Мясо готово. Шницель сочный. Снаружи он покрыт хрустящей корочкой. В общем, мне не остается ничего другого, кроме как... Я его попробую. Простите, я должен так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok